Когда и как собирают базилик правильно, руководство по сбору и хранению урожая. Добавить комментарии. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальная осенью. Популярные статьи. Поиск по сайту. Найти. Сроки и уборки базилика. Вкус пряной травы. Чуть с горящей и одновременно сладковатым привкусом. Аромат разных сортов бывает коричным, лимонным, горчичным и дыре. При выращивании пряной травы важно не пропустить момент, когда зелень готова к срезке, иначе листья станут жесткими и невкусными. Базилик начинают использовать, когда высота зелени достигнет 10-12 см и продолжают собирать в течение всего лета. Основным сырьем служат верхушки побегов с молодыми листьями, хотя многие используют и более зрелые, например, для заваривания чая. Собирают до начала цветения, как только на кустах появятся первые бутоны, в конце июля, начале августа. Именно в это время базилик приобретает особенно сильный аромат. В зелени накапливается максимальное количество эфирных масел. После цветения листья растения теряют насыщенный пряный запах. После первого сбора растения обязательно подкармливают. Обычно используют комплексное минеральное удобрение. Грядки с посадками пропалывают, рыхлят междурядья. Таким образом культуру подготавливают к следующему сбору урожая. При создании подобных условий роста для базилика с одного кВМ собирают 1 кг свежей зелени. После заготовки из этого объема получится около 0,2 кг сухой приправы. От чего они зависят, когда срезать базилик, зависит от многих факторов, особенностей климатических условий разных регионов России, в которых сроки сбора базилика сильно различаются. Например, в южных регионах его срезают 2-3 раза, в северных – 1 раз. Погоды. Если лето дождливое и холодное, рост культуры замедляется, сроки сбора откладываются. В теплое и сухое лето пряная зелень активно набирает рост, поэтому огородники успевают собрать урожай не один раз. Биологической спелости. Через 4-6 недель пряность уже можно собирать, но при условии, что она развивалась при благоприятных погодных условиях. Агротехники. Если уход за пряным растением был ненадлежащим или вовсе отсутствовал, сроки сбора отодвинутся на дни и даже недели. Как правильно собирать базилик. Как только кусты базилика достигнут нужной высоты, можно приступать к сбору. Срезание. Важно срезать базилик до цветения. После него листья частично теряют вкус и характерный аромат, становятся более жесткими. Срезают только верхнюю часть растения, верхушку с бутонами и несколько листьев. Это также позволит кусту быстрее восстановиться и дать следующий урожай. В это время из почек вырастают новые боковые побеги с нежными молодыми листьями. Растение становится еще более пышным и привлекательным, набирая таким образом зеленую массу. Спустя 2-3 недели приступают к повторной срезке. Процедуру выполняют с помощью острого ножа, секатора или ножниц. В крайнем случае верхушку просто отщипывают рукой. На протяжении сезона такую процедуру проводят несколько раз. После каждого прищипывания растения дают время сформировать цветоносы, а для ежедневного употребления обрывают боковые листья. Важно, чтобы во время сбора урожая на хранение было сухо и солнечно. В дождливую и сырую погоду листья накапливают много влаги, что отрицательно скажется на качестве хранения сырья, оно сопреет. Выдергивание. Сколько раз за сезон можно собрать урожай базилика? За сезон опытные огородники снимают 2-3 урожая в конце июня, середине и августа, конце сентября, потому что делают это правильно и своевременно. Базилик – теплолюбивое растение. До наступления первых морозов его пересаживают в теплицу или дом. Приправа без проблем растет в цветочных горшках. Она не только украшает и наполняет дом пряным ароматом, но и круглый год дает свежую зелень. Как его хранить в свежем виде? Хранить базилик сложно, так как листья имеют очень нежную структуру. Они быстро теряют аромат и темнеют. Чтобы продлить свежесть зелени, делают следующие. Срезанные ветки помещают стеблями в банку или стакан с водой. Держат емкость в таком месте, чтобы на нее не попадал солнечный свет. Срок хранения такого базилика достигает 15 дней. Верхнюю часть пучка, которая торчит из банки, закрывают полиэтиленовым пакетом. После этого его край прижимают с помощью резинки. Так зелень будет оставаться свежей на неделю дольше. Т.е. 20-22 дня. Если количество базилика небольшое, а использовать его планируется в ближайшие дни, ветки с листьями оборачивают влажным полотенцем. Затем пучок кладут в пакет и отправляют в холодильник. Это поможет сохранить нежную пряность в течение нескольких дней. Также свежий базилик нарезают, складывают в банку, добавляют пару щепоток соли и заливают оливковым маслом. Емкость хранят только в холодильнике. Так срок годности базилика продлевают до 3 месяцев. Масло потом используют для приготовления салатов. Способы заготовки для заготовки. Базилика на зиму используют такие способы. Сушат, замораживают, консервируют. Сушка способ позволяет сохранить вкус и полезные качества растения. Базилик сушат на открытом воздухе, в электросушилке или духовке. Сушка на улице позволяет максимально сохранить витамины и аромат приправы. Есть два основных способа естественной сушки. Листья раскладывают на противне и убирают в сухое и теплое помещение. Сверху прикрывают марлей от мух. Из веток формируют пучки и подвешивают их в гоноти с хорошей циркуляцией воздуха. Сушка на воздухе занимает 2-3 дня. Сушка в духовке – самый быстрый метод. Но в этом случае есть вероятность, что базилик потеряет большую часть полезных веществ из-за пересушивания. Противень застилают пергаментной бумагой и выкладывают на него листья в один слой. Сушат при температуре от плюс 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Сушка занимает 1 час при открытой дверце. Удобнее всего пользоваться электросушилкой. Современные модели позволяют сохранить все витамины и полезные вещества в зелени. На поддоны выкладывают листья в один слой. Температура нагрева плюс 40 градусов Цельсия, длительность 1 час. Заморозка Заморозка считается наилучшим способом сохранения продукта, если соблюдать все правила. Упаковка должна быть такой, чтобы не пропускала влагу и воздух легко открывалась и закрывалась. Лучше всего использовать пластиковые контейнеры. Замораживают несколькими способами, в свежем виде, бланшированном, в оливковом масле. При заморозке в свежем виде листья моют, просушивают и укладывают в емкость. После этого их отправляют в морозилку. Бланширование позволяет убить бактерии и грибки, убрать лишнюю горечь и сохранить структуру листьев. Воду доводят до кипения, базилик кладут в дуршлаг и опускают в кипяток на 5 секунд. После этого достают и окунают воду с льдом. Базилик просушивают на бумажных полотенцах, перекладывают в емкость для заморозки и отправляют в морозилку. Для заморозки в оливковом масле базилик предварительно бланшируют. После этого его измельчают с помощью блендера или нарезают острым ножом. Зелень заливают оливковым маслом, пропорции не важны. Массу перемешивают и раскладывают в формы для льда. Замороженные кубики перекладывают в пакет. Консервирование базилик консервируют как другую зелень, например кщевель или укроп. Листья бланшируют, добавляют соль по вкусу. После этого их утрамбовывают простерилизованные банки объемом в 0,5 или 0,25 литра до выделения сока. Банки ставят на водяную баню и стерилизуют в течение 20 минут. Затем закупоривают крышками. Как собирать семена? Точные сроки сбора семян назвать нельзя. Они зависят от ухода за растением, сроков посадки и климата в конкретном регионе. Но обычно созревают семена со второй половины июля до начала августа. Одновременно с формированием семян распускаются цветы. Их срезают, чтобы растение все силы отдавало на созревание посадочного материала. Чтобы понять, что соцветия готовы к сбору, их внимательно осматривают. Если предцветники высохли и стали черными, семена готовы. Процесс сбора растения внимательно осматривают, выбирают крупные семенники. С помощью острого ножа или ножниц срезают соцветия. При этом обязательно захватывают часть цветоноса. Из соцветий формируют пучки. Перед обмолотом семян растения просушивают. Пучки подвешивают в сухом и хорошо проветриваемом помещении на две недели. Нельзя, чтобы на базилик попадали прямые солнечные лучи, так как это снизит всхожесть. Для отделения семян от семенников подсушенные соцветия перетирают руками. После этого все высыпают на ситое с крупными отверстиями. Веют в ветреную погоду на улице. После обмолота семена повторно просушивают. Для этого их раскладывают на противне или картон и переносят в сухое помещение. Просушка требует 2-3 суток. Каждый день их ворошат. Нюансы их хранения в схожесть семян зависят от соблюдения правил их хранения. Для этого используют коробки из плотной бумаги или картона. Также применяют холщовые мешки. Они позволяют уберечь посадочный материал от порчи. Использовать пакеты или пластиковые емкости не рекомендуется, так как без доступа воздуха семена начнут прить. Во время хранения сырье регулярно проверяют. Если семена оцерели и высыпают на бумажное полотенце и просушивают естественным путем в течение двух дней. Заключение базилик собирают в отведенное для этого время перед началом цветения. Обязательно в сухую погоду, так как от этого зависит срок годности пряности. Хранят базилик обычно в свежем виде, но при больших объемах замораживают, консервируют или высушивают. Когда собирать базилик, watch this video on YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok